всем привет вы на семейном творческом канале с вами я лёля вышивальщица хочу для вас отснять тег я долго думала что же мне делать в это время вышивать или повязать и решила я взять вязание потому что связанием полегче болтать и вязать тем более что у меня сейчас очень легкий рисунок в вижу по кругу просто лицевые петли и продолжаю я вязать плед хвост русалки жутко неудобно без штатива ну как то так так называется вся правда о моем канале этот так я увидела у людочки мое вязание и жизнь привет тебе большой людочка это девушка которая занимается вязанием у нее очень интересный канал по вязанию есть мастер-классы и работы она делает обзор на пряжи также она снимает интересные влоги очень люблю смотреть ее влоги вышивать под них теперь вязать и наверное люда сподвигла меня людой маргарита спадли сподвигли меня на вязание ну конечно же моя дочь которая очень хотела хвост русалки что если вам интересно ссылку на канал людочки я оставлю под видео проходитесь подписывайтесь добрейший души человек всегда поможет всегда подскажет ну что приступим к тегу и первый вопрос этого тега как чувствуете себя перед камерой но насколько вы смотрите мои видео кто смотрит меня знают что я ну я не готова пока показаться в кадр не очень хочу какой-то публичности узнаваемости ну не знаю в общем хотя например у серафима в классе смотрит ее одноклассники наш канал знает о том что я веду канал и не нравится мастер-классы по прическам особенно но в кадре я пока не готова показываться не знаю почему хотя в одном из моих видео я в кадре присутствует это зимнее видео где я вышивала грациозного скакуна следующий вопрос тега стесняетесь ли вы снимать перед кем-то скажу честно да я стесняюсь я стесняюсь даже перед детьми но вообще мне как-то проще снимать когда я одна нету ушей никто меня не слушает даже муж он уходит понимает вот но вообще я по натуре стеснительный человек очень в жизни скромная стеснительная и это мне немного мешает жить еще и не очень себе уверены все время ищу себе что-то что мне что-то не так как только начинаешь снимать видео сразу начинает ездить машины сразу посторонний шум следующий вопрос номер три как относится семья к каналу муж замечательно относится это он между прочим и сподвиг меня он и он мне говорил вот ты столько занимаешься рукоделием открой свой канал познакомишься с девчонками такими же творческими как ты у тебя появится круг общения тебе будет интересно кто-то тебе тебя чему-то научит кому кого-то ты научишь я начала сначала смотреть блогеров инесса алина рукоделия образом у меня канал был создан очень давно и не помню даже зачем я создавала 2011 году но именно снимать видео я начала только год назад сейчас идет второй год зимой в декабре будет два года как я снимаю видео на канал дети как относятся мои дети замечательно относятся серафима этому была очень рада она очень хотела сниматься и что она и делает ну а старшая дочь поначалу тоже была когда помладше снималась а сейчас уже мама не снимай меня мамы я не хочу быть в кадре тоже наверное порог стеснительности как у мамы а серафима человек простой как относится мои родители нормально абсолютно папа даже подписан на мой канал и смотрит мой канал потому что мы живем вдалеке от них и он таким образом может видеть своих внучек как как развиваются внучки чем занимается его дочка мама моя честно если сказать вообще ничего этом особо не понимает но смотрит с папой вместе родители мужа сначала не очень хорошо это восприняли но сейчас уже привыкли привыкли даже когда бывает помею что-то снимаю они это понимают в доме тишина четвертый вопрос тега как часто снимаете видео видео я снимаю по мере возможности сейчас лето и насколько вы сами видите видео выходит гораздо чаще потому что есть больше времени в общем то когда я есть что снять снимаю ну и конечно же когда есть время я снимаю видео пятый вопрос тегом что мешает снимать видео это нехватка времени абсолютно нет времени для того чтобы снять видео но я стараюсь его находить а так в принципе больше ничего не мешает ну и наверное может быть бывают такие моменты кризисные что ты не знаешь что снять о чем снять чтобы было интересно посмотреть людям просто тега как проходит подготовка к съемке видео смотря какое видео но в основном если это обзор достается штатив устанавливается камера более менее делаю хоть какое-то освещение достаю все что мне нужно снять как-то так наверное как у всех если это какое-то видео как сейчас в логовой то беру камеру и просто снимаю никак не подготавливаюсь тексты я не пишу говорю все что спонтанно от головы но видео я редактирую что-то вырезаю седьмой вопрос тега кем вы себя чувствуете учителем или свободным художником скорее всего свободным художником какой из меня учитель век живи век учись восьмой вопрос тега канал это работа или канал хобби ну скорее пока это хобби но если мне мой канал будет приносить какие-то средства я буду этому только рада я думаю что каждый человек который снимает на ю тубе желает того чтобы канал приносил хоть какие-то копеечки у меня была подключена монтизация у меня были был заработок да он был не гигантский небольшой копеечки но это было все равно приятно я думаю что каждому будет это приятно поэтому пока это хобби но если канал снова начнет приносить мне копейки я этому буду только рада девятый вопрос тега важно ли количество подписчиков и лайков нет не важно главное чтобы меня смотрели я была интересна людям пускай у меня будет тысяча подписчиков но я буду им интересно это будут люди которые будут со мной общаться и мы будем как-то через интернет дружить лайки тоже мне особо не важны ну лайки лайки 10 вопрос тега были ли отрицательные отзывы комментарии и ваша реакция был один такой который меня очень сильно обидел и если бы не муж который меня поддержал и сказал господи это хитер не обращай внимания значит все нормально значит каналы смотрят и как бы нечего даже расстраиваться по этому поводу поднялся очень сильный ветер я надеюсь что у меня слышно и микрофон не задувает очень на это надеюсь так что были отрицательные комментарии но мы не можем нравиться всем людям одновременно кому-то мы нравимся кому-то нет одиннадцатый вопрос тега были ли мысли о закрытии канала да были были когда был этот отрицательный комментарий и когда у меня начались дизлайки особенно под детским видео я не понимала ну как можно ребенку поставить дизлайк ну как ну опять таки мой муж внес равновесие в меня сказал успокойся и не обращай на это внимание это обыкновенные хейтеры это у всех и представь что у тебя будет когда-то там очень много подписчиков если будет конечно да просмотры и они обязательно будут и плохие комментарии и дизлайки и даже не думай закрывать канал ты снимаешь видео для тех людей которые которые тебя смотрят и которым ты нравишься так что теперь у меня нет таких мыслей закрытие канала наоборот хочется его делать лучше развивать вот муж мне купил еще и экшн камеру теперь у меня две камеры ну и последний вопрос тега мысли и планы для развития канала у меня никаких таких планов и мыслей особо нету но как бы в скором будущем этот канал у меня не забрала младшая дочь пакет шуршит прошу прощения потому что она прям ютубер мама с ними меня а так буду продолжать снимать о вышивке теперь уже о вязании о рукоделе о каких-то своих работах ну и иногда выпускать какие-то еще интересные влоги также у меня будут детские видео выходить как и выходили с серафинкой вообще у меня была идея сделать рубрику рецепты холостяцкой кухни потому что по моим рецептам муж дает мои рецепты своему другу он иногда готовит у меня такая мысль была открыть рубрику кухня для холостяков такая простая быстрая еда вот такие ответы у меня получились на тег вся правда в моем канале мы были на семейном творческом канале мы с вами повязали если вам понравилось это видео ставьте лайки всем пока пока до новых встреч в следующих м